Продолжение следует... Ветви его погружались в правь, ствол проходил через явь, и, наконец, корни ввязли в навь. С приходом христианства на Русь немногое поменялось. Мировое древо осталось. Более того, по преданиям, именно это древо считалось нашими предками-христианами, древом познания добра и зла, с коего сорвала запретный плод – Ева. Даже понятие прави яви и нави никуда не делось, только стало оно ближе к нашему сегодняшнему восприятию. Правь – рай, явь – земля, навь – ад. Но вернемся к язычникам. У них все было сложнее. Не было добра и зла в чистом виде. Все существовало равноценно. Единственное по-настоящему худое, что могло случиться – это нарушение равновесия, жизни и смерти, темного и светлого, добра и зла. Впервые понятия этих трех миров были письменной и, можно сказать, официально упомянутой в Велесовой книге. И хоть большинством ученых данный источник был признан фейком, нельзя отрицать, что люди, создавшие ее, пользовались необычно из головы взятой ахинеей. Они неслабо поработали, дабы их творение фейком не выглядело. Большинство записей из Велесовой книги, скорее всего, правдивы. Одно из доказательств этого – наш могучий русский язык. Итак, правь – мир, где влавствуют боги. Мир высший, несущий правду, справедливость, тот, что поступает правильно. Даже слово «православие» переводится как «славить правду». Этот мир существует для главного – соблюдения баланса во Вселенной. Мир Явь самый понятный нам. Это явный мир, происходящий наяву, явленный, явно существующий у нас на глазах. Он нам и так открыт, поэтому углубляться в его суть мне нет такой необходимости. И, наконец, самый сложный и противоречивый нашим сегодняшним взглядом мир, что зовется Навью. Навьи и духи всегда считались невидимыми, неявными. Мир Навь непроявленный. Его никогда не считали темным местом. Оттуда в Явь приходила душа, туда же она и уходила. Следовательно, это место, где обитали наши предки, выжидая свое перерождение. Навь также, судя по всему, имел свои отделы и положения. Например, наши предки всегда стремились попасть в райский сад Ирий. Душа перерождалась исключительно, чтобы духом стать достойным этого места. Были также злые души, которые должны были удостоиться даже самого перерождения. Боги не могли допустить эту неискупленную тьму обратно в Явь. Эти души отправлялись в пекло, где их наказывали и исправляли за их грехи. И, наконец, третий мир Нави – Славь. Светлое место, где предки встречаются друг с другом, радуются и опять же готовятся переродиться. В иных источниках Навь позиционируют просто как мир духов, а Славь – мир предков. Что мы славим? Те, кто так считает, отделяют рай Ирий и ад пекла от Нави. Разобраться, где правда сегодня, непросто. Потому как то, что души приходят и уходят в Навь, все равно говорится везде. Возможно, что Славь – место, где просто пребывают предки и выжидают свое перерождение. Кстати, в славянской мифологии и язычестве были даже люди настолько с светлой душой и духовной силой, что они удостаивались самой праве – мир богов, небес. Правда, в этом случае они также становились носителями правды, то есть богами, и получали ответственность. Это же случилось, например, с сыном Велеса – Трояном, который родился человеком от обычной земной женщины. Но при учениях и воспитании отца стал богом. В Велесу, к слову, единственным были открыты равнозначно все три мира – Правь, Явь и Навь. Именно поэтому его называли богом трех миров. Остальным богам открыты, как правило, не больше двух. Также есть мнение о том, что небеса и небо у наших предков были разными понятиями. Место, куда не допускались бесы, обитающие в пекле, назывались небесами. А там, где нет правды или нет богов, то есть само пекло – это небо. В любом случае, все миры у наших предков были нераздельно связаны. Что бы ни происходило в одном, имело свое последствие в другом. Но спутаться мировому порядку, несмотря на крепкую связь, мешал мир Прави, то есть боги, что обитали там. У себя в быту славяне все три мира видели так. Правь – то, что выше нашего сознания, выше небес или сами небеса. Явь – это поверхность земли. И, наконец, Навь – то, что ниже уровня земли. К Нави относятся не только подземный мир, но и моря, океаны, реки, озера, даже пропасти. Из воды на сушу, кстати, чаще всего попадала всякая Навья сущность. Было даже поверье, что можно человеку попасть из яви в Навь, если он вместе с закатом погрузится под воду. Такое явление, впрочем, встречается не только в славянской мифологии. Также есть многочисленные сущности и боги, что находились на границах миров, такие как Берегиня, Чур, Марена, Русалки и даже знаменитая Ягиня, известная нам как Баба Яга. Вот где находилась знаменитое обиталище ее. На границе Явии и с единой Навью. Дом ее меж рубежей, проход есть он в миры. Правь, явь и навь – три стороны бытия. Наши предки верили, что человек, оторванный от своей культуры и не знающий о ней, подобен древу с отрубленными корнями. Многое из нашего прошлого имеет огромное значение для нас до сих пор. Проявляется это даже в нашем прекрасном языке, что носим мы и сегодня. Интересуйтесь, друзья. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok